19 трогательных историй любви. Более 60 детей, любящие мужья и многодетные мамы. 11 мая в Волгоградском музыкальном театре состоялся уникальный конкурс, не имеющий аналогов в мире. Наша красивая мама 2019. Мне, как ведущей телеканала Север, многодетной маме, на этом конкурсе выпала особая миссия – оценивать прекрасных женщин. Как все происходило, кто растрогал жюри, а кто удивил, расскажем прямо сейчас в программе «Сиюн. Зов сердца». Вообще уникальный проект «Наша красивая мама» стартовал еще в ноябре прошлого года. Именно тогда прошел кастинг среди самых счастливых женщин. Организаторами и инициаторами конкурса стали четыре многодетные мамы – Любовь Немих, Людмила Кушманова, Екатерина Риховская и Алина Пилипец. Я, как всегда рассказываю, сидя в декрете с двумя младшими детьми, то есть двое старших у меня, двое младших, стало скучно. И пришла такая вот идея сделать конкурс именно для многодетных мам, чтобы прославить женщину, многодетную семью, где семейные ценности, то есть вот эти традиции. Это не пустой звук. Мы хотим показать, что многодетные мамы не просто красивые, мы хотим показать, что многодетные мамы, они настолько многогранны. Это даже не конкурс, это такой праздник красоты, душевности, материнства. Уже на протяжении нескольких лет конкурс теплоты, душевности, материнства поддерживают многочисленные спонсоры и волгоградские власти. Как раз 4 года назад была очень хорошая инициативная группа, ну все мы знаем, кто ее возглавлял, это несколько наших девчат, в основном все жители Зержинского района. И пришли с такой инициативой, чтобы провести вот такой конкурс, в общем-то, под эгидой многодетного Волгограда, организации, которая вот у нас как раз впоследствии возникла. И, конечно, было очень интересно посмотреть в их светящиеся глаза, еще тем более мы когда узнали о том, что все многодетные мамы, и у каждого там от трех и более детей, у кого есть 8 и 10, и соответственно, могут любые многодетные участвовать в этом конкурсе. Мы с удовольствием, ну я уж говорю от лица власти, как вы сказали сегодня, мы с огромным удовольствием приняли участие в организации данных мероприятий. Наша красивая мама – это не просто конкурс, а большой проект. Например, в этом году 19 красавиц на протяжении 6 месяцев проходили психологические тренинги, школу журналистики, учились позировать перед фотокамерой, дефилировать, танцевать. Также девушки примеряли на себя сценические образы, пели и даже познавали азы стиля под руководством Анны Белоусовой. Это не сама суть, внедрить моду в массы. Наверное, наша задача прежде всего показать женщине, что она женщина, что она может быть красивой, ухаживать за собой. Даже несмотря на то, что она многодетная мама, а именно поэтому она должна быть красивой и быть примером для своих детей. Ну и, конечно же, актуальной, потому что иногда мамы сами спрашивают, как бы нам такое что-то придумать для того, чтобы быть в тренде со своими детьми. Есть и истории, которые показывают, как преображается во время проекта, и есть истории, когда приходят поддержать уже следующих участников, и ты видишь, как они меняются, потому что процесс запускается именно на подготовке к конкурсу, а продолжается уже практически всю жизнь. Пока конкурсантки под руководством главного стилиста Анны Белоусовой готовились к главному выходу, на другом конце города, в одном из местных салонов, ее коллеги помогали мне обрести неповторимый образ. Ведь у меня сегодня особая миссия – быть членом почетного жюри. Сегодня над моим образом работают стилист, визажиста Мирца и парикмахер Ульяна. Друзья мои, я не участвую, но очень волнуюсь, наверное, наравне с нашими красавицами мамы. Знаете, мне сегодня единственной из жюри предстоит выйти на сцену. Я представляю не только себя, но и немецкий автономный округ. Мои жюрики приготовили очень эксклюзивные подарки для наших участниц. И еще мне предстоит читать письмо от губернатора немецкого округа Александра Витальевича Цибульского. Кстати, письмо очень трогательное. Я думаю, вы все услышите его обязательно. Волнуюсь. После салона я отправляюсь в музыкальный театр. Там еще задолго до начала мероприятия начали прибывать многочисленные зрители. Все, друзья мои, я на месте в Театре музыкальной комедии. До конкурса остаются считанные минуты. Видите, сейчас в хоре тоже оживлено. Уже многие зрители прибыли. Кстати, перед конкурсом можно проголосовать. Здесь зрители кидают за понравившуюся участницу талончик. Ну и, конечно, главный трофей этого вечера, этого конкурса. Моя красивая мама. Мечта всех 19 участниц. Это, конечно же, корона. Вот она пристает многочисленными каменями. Сегодня лучшая из лучших получит ее. Кстати, корону лучшей маме будет вручать победительница прошлого года Галла Мазина. Как признается женщина, данный конкурс смог не только поменять ее мировоззрение, но и обрести многочисленных друзей и единомышленниц. Мы до сих пор общаемся с девочками. У нас очень дружный коллектив. Мы часто встречаемся, и наш чат не замирает. На полфинале мы поддерживали новых конкурсантов. И это тоже было очень здорово. Клево, когда женщина может быть не только мамой, не только женой, но и певицей, танцовщицей, красивой женщиной. Можно иногда манипулировать в семье. Напоминать всем, что ты королева, и поэтому завтрак не можешь сделать, или посуду не можешь помыть. Ну и как семья отнеслась? Семья очень довольна. И это нас очень сплотило. У меня семья очень поддерживала в конкурсе. Сегодня многочисленные семьи конкурсантов тоже пришли поддержать их. Все места в музыкальном театре были заняты. В руках родственников и друзей плакаты с именами участниц. Свет в зале гаснет, и под бурные аплодисменты выходят главные героини вечера. На сцене, кроме дефиле вечерних платьев, многодетным мамам предстояло показать визитную карточку и арт-номер. Главные помощники финалистов, впрочем, как и в жизни, на сцене стали их мужья и дети. Они вместе танцевали, пели песни, показывали ролики. Например, одна из участниц, Александра Юрченко, рассказала о своей истории любви. Мои чувства к тебе не передать простыми словами. Прошло 11 лет с момента нашей встречи, а у нас уже скоро родится четвертый малыш. А как его все ждут. Мы вместе шагаем по крутой тропе жизни и строим планы на будущее. Вместе мечтаем и воплощаем наши цели. С тобой я расцветаю. Еще одна участница Наталья Валиева исполнила национальный марийский танец. Это сейчас Наталья Валиева демонстрирует на сцене хорошие танцевальные данные. Трудно поверить, что еще год назад молодая женщина была прикована к кровати после инсульта. В прошлом году, когда проводился конкурс у нас 13 мая, она пришла с палочкой. То есть она только-только начала ходить, не разговаривала еще, но посмотрев на конкурс, побывав на финале в прошлом году, наша красивая мама 2018, ну, воодушевилась. В итоге конкурс для Натальи стал стимулом, чтобы заново научиться ходить, разговаривать, водить машину и просто вновь нравиться себе. Конкурс мне дал силы, зачем мне утром вставать, куда мне сегодня идти. Там конкурс. Верность себе. Вот. Я проверила себя. И показала детям, что все возможно. Никто не верил в меня, только я верила в себя. И моя вера укрепилась. По итогам нескольких испытаний лучшей многодетной мамой Волгограда стала Жанна Познякова. Я вообще не ожидала, что корона достанется мне. Я свою победу посвящаю своей семье, своему мужу, любимому своим детям, своей маме, своим родным и близким. И я очень рада, что все не зря, что вот эти полгода наших трудов, наших стараний и обучения, и испытаний, они были не зря. Высокую оценку конкурса дали не только сами участницы, но и все зрители, и члены жюри. Не остался в стороне и телеканал «Север». А женщина, она должна быть всегда интересна мужчине. Она должна быть каким-то примером для подражания своим детям. И я думаю, что нельзя забывать наше женское начало. Нами должны восхищаться. И пусть это будет так. Напомню, что конкурс «Наша красивая мама» проходит в Волгограде уже в четвертый раз. Популярность его растет с каждым годом. Появляются новые партнеры, спонсоры и единомышленники. В том числе и Ненецкий автономный округ, который приготовил для участниц уникальные подарки с национальным колоритом. И приветственное слово от губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. Дорогие друзья, рад приветствовать всех участниц, организаторов и гостей конкурса «Наша красивая мама». Этот конкурс не только открывает талант и подчеркивает достижения многодетных матерей, но и в очередной раз показывает, насколько ощутимый вклад вносит женщина во все сферы нашей жизни. Всем участницам желают победы, организаторам дальнейшего процветания. Увидя, что этот конкурс станет незабываемым событием в вашей жизни и подать массу положительных эмоций. Здоровья вам, благополучия и семейного счастья губернатор Ненецкого автономного округа Александр Витальевич Цибульский. Всего конкурс поддержали более 30 партнеров. Главным спонсором стал местный предприниматель Владимир Коломыцын. Кроме хрустальной короны победительница получила денежный приз. Вот такой он уникальный волгоградский проект «Наша красивая мама». Кстати, в этом конкурсе проигравших нет. Организаторы постарались, каждая участница стала победительницей в своей номинации и получила заветную корону. Это была программа «Сиюнзов сердца». Встретимся ровно через неделю.